Здравствуйте, братья и сестры! Мы намерены продолжать сегодня с вами чтение Экклезиаста. И сегодня будем говорить о том, что он часто на протяжении этой книги, на пространстве её произносит, не менее четырёх раз. А именно призыв к тому, чтобы человек наслаждался едой и питьём, считал это своей мерой в жизни, радовался этому. И в этом он нашёл твёрдое, кстати говоря, и непреложное счастье. Вот уж то благо, которое можно действительно попробовать на вкус, как бы и сомневаться в котором очень сложно. Скажем сразу, что голод – это не тётка, и мучение от голода страшнее, чем мучение от меча. Счастливыми во время голода почитаются те, кто умер раньше или погиб от стрелы или меча или другого оружия. Потому что голод – это, дай Бог, не знать, что это на самом деле. Так вот, несомненным благом является по Экклезиасту вкушение хлеба перед лицом Божиим и радость об этом. Вот так он пишет в начале книги. «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией. Поэтому, что кто может есть и кто может наслаждаться без него». Чудесные слова. «Хорошо бы, чтобы мы, садясь за стол, наевшись и напившись, помнили, что мы наелись и напились благодаря Ему, то есть имеем в виду Владыку, потому что это благо человека на земле, и без него никто не сможет есть, пить и наслаждаться». Эти слова повторяются часто, но я сразу хочу сказать, что радости в них мало. Это некая, знаете ли, ну уж простите, такая скотская радость, которая нужна человеку, но назвать ее твердым счастьем – это грустно. Есть в Писании такие грустные слова, которые кажутся простыми, но на самом деле очень грустны. Так, например, апостол Петр после убийства Христа и еще до этой светлой радости о том, что Господь жив и что начинается новое все, он сказал такие слова, такие «иду рыбу ловите», то есть «пошел я рыбачить», то есть так сказать, вернусь к тем занятиям, которым занимался раньше. Он же был рыбаком, но слова да слова «пойду рыбу ловить». Многие произносят их с великой радостью, когда человек в воскресенье говорит жене «на я иду рыбу ловить», убегать из семьи на природу, с удочкой посидеть подальше от города. Для многих людей это великое счастье. Но не для Петра. В простых словах Петра «иду рыбу ловите» на самом деле сконцентрировалась грусть жуткой величины. Только что убили Господа. Только что они упали с высоты апостольства до неизвестно куда. В страхе собранные, боясь иудеев, боясь наказания и возмездия над собою, не зная, что будет дальше, они говорят «идем рыбу ловить». Они говорят «идем мы с тобой». И пошли они рыбу ловить, и там нашли воскресшего Спасителя. То есть в простом много грусти. Вот в этих словах о «иде» и «петье» не думайте, что это какой-то символ веры такого человека. Ну, ешь, пей, наслаждайся, вот и все счастье твое. Нет, братья и сестры. Даже более того, если кто-то захочет лукаво использовать Писание, то у него для этого есть возможность. Например, во времена апостола Павла у евреев была пословица в ходу «Будем есть и пить, ибо завтра умрем». С некоторой долей фантазии можно представить себе, что они у экклезиаста научились таким словам. Потому что экклезиаст и зит так говорит. То есть ешь и пей, и радуйся, и веселись в своей жизни, пока ты можешь есть, пить и веселиться. А потом умрешь, а потом неизвестно, что будет. И вот как бы, если так уж подходить внимательно, то получается, что эти греховодники во времена Павла составили свой такой лукавый символ веры из слов святого экклезиаста, проповедника. Но Павел говорит, что не обольщайтесь, что это слова как раз не к добру ведущие. То есть нужно по-другому мыслить, по-другому жить. Так что я считаю, что здесь, во-первых, много грусти. Во-вторых, есть и насказание. И так несколько еще дальше говорит он. Вот еще, что я нашел. Он же все время ищет, что же хорошего для человека в жизни. Богатство он находит вроде бы, значит, но для него богатство большой недуг. Он говорит, это какой-то тяжкий недуг собирать, копить. Вообще, говорит, грешнику Бог дает заботу собирать и копить, чтобы потом отдать доброму предлицом своим. Это тяжкий недуг, потому что человек все дни свой ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении, досаде. И вот, что нашел я доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими, кто трудится под солнцем во все дни жизни твоей, которые дал ему Бог, потому что это его доля. Правильно. Потом еще раз он вспоминает об этом. И наконец, еще раз. Последний раз уже, по-моему, в восьмой главе. Вот, что он говорит. Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит в делам твоим. «Да будут во всякое время одежды твои светлые, да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих». Значит, здесь уже нечто большее, мне кажется, сказано, нежели, кажется, на первый взгляд. Во-первых, говорит он о том, что уже одежды, да будут светлые, да не оскудевает елей на голове твоей. Если одежда чистая и елей на голове, то это уж совсем такой какой-то образ таких мудрых дев из притчи Господа. Такая одежда чистая и елей. Или Господь говорит, помашь елеем главу твое, лицо умой, да не явившись человеком постящимся. Потом о жене говорится, потому что еда и питье – это как бы главные признаки земной жизни. Они неразрывно связаны с другим признаком земной жизни, а именно с продолжением рода и семейственностью. И экклезиаст так мягко подходит к теме супружеской верности, потому что если мы будем есть и пить бесконтрольно, то, поверьте, чрево возьмет над нами верх, а когда чрево хозяйничает человеком, тогда человек не может сопротивляться блуду. Тогда блуд хозяйничает человек. Чтобы этого не было, экклезиаст напоминает, что «наслаждайся женой юности твоей, любезную серной и прекрасную ланью, которую Бог дал тебе на дни жизни суетной твоей». Напоминает нам о верности. Значит, здесь уже есть некий сдерживающий начал, некая узда влагается в любящему есть и пить, как бы в рот коню вкладывается узда, и уже не так-то много ты и поешь, если тебе напоминается, что ты был верен жене своей, наслаждался ею, которую Бог тебе дал, но положил пределы своим желаниям и удовольствием. Да и вообще, братья и сестры, еда и питье – это не что иное, как путь Богу войти в наше сердце. Ведь мы-то едим и пьем тело и кровь Господа Иисуса Христа. Есть такая еда и такое питье, благодаря которым мы можем принять Христа внутри себя и соединиться с Ним существенно. Именно благодаря этому в еврейском народе Господь в течение столетий воспитывал благоговейное отношение к еде. Во-первых, чтобы люди не ели все подряд, чтобы они не ели, когда хотят, чтобы они свою еду освещали молитвой, чтобы они различали между пищей полезной и неполезной, чтобы знали, что, когда, после чего есть. Это же целый закон о пище, и это не зря. Это некая педагогика божественная, для того, чтобы люди научились высокому думанию о еде, и со временем им была бы доступна мысль о том, что через еду Господь даст нам возможность съесть некий небесный дар, то есть тело и кровь Господа Иисуса Христа. Ведь мы спасаемся едой. Мы через еду согрешили, через запрещенный плод, и через еду спасаемся. И поэтому частые повторения о еде и питье, о том, что нужно радоваться и веселиться, пред лицом Господнем и есть свой хлеб, и пить свое вино благодарностью, значит, это, я думаю, все-таки какое-то косвенное такое предощущение того, что через еду к нам придет нечто большее, чем еда. Ведь чрево для пищи, и пища для чрева, но и то, и другое Бог уничтожит. И когда мы едим, говорит Павел, ничего не приобретаем, когда не едим, ничего не теряем. Это частые повторения премудрого экклезиаста, на старости лет причем. Это не юноша вечно голодный, растущий организм, это старик, которому надо мало. Говорит это часто о еде и питье, очевидно потому, что чувствует его душа, что через этот путь придет к нам некое дарование, превосходящее всякий разум. Ну а вообще, повторяю, если бы только это было нашей радостью, то были бы правы те, которых мы читаем в Евангелии. Помните, богач, думавший, что же ему там разрушить свои житницы, новые создать, говорил своей душе, «Душа моя, ешь, пей, веселись, много у тебя богатств на всякое время». Тоже, знаете ли, цитировал экклезиаст. Однако, неправильно цитировал, потому что сказано было ему, что безумец душу ту и всю ночь возьмут у тебя. А то, что ты собрал, кому будет. То есть, можно из экклезиаста построить лукавое оправдание своей грешной жизни. Но делать этого не надо, потому что читать экклезиаста нужно новозаветными глазами, с высоты Евангелия. То есть, не из глубины падшего естества, а с высоты, которую подарил нам Господь. Это будет правильный шаг и правильный подход к ветхозаветному чтению. А иначе, повторяю, мы можем попасть под осуждение вместе с безумным богачом и с теми, которых Павел укоряет. Этих любителей есть и пить, ибо завтра умрем. У нас есть нечто другое. У экклезиаста этого еще не было, а у нас уже есть. Но в наше время опять сегодня истекло, поэтому мы сейчас попрощаемся, а вы останетесь наедине со святыми книгами и перед сном насытите свою душу вдоволь святым чтением. А завтра мы опять, да с Богом, будем встречаться и беседовать о книге экклезиаста или проповедника. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин